Приветствуем читателей журнала Телесим. Сегодня у нас, как вы видите, в гостях украинский певец, как ни странно заслуженный артист Украины, Виталий Козловский, как ни странно. Как ни странно. Но поговорим мы сегодня не об этом. Значит, первый наш вопрос. Виталий, когда ваши поклонники смогут наконец услышать вашу новую песню? Совершенно скоро. Я готовлю новую песню. Точнее, она уже есть. Она уже приготовлена. Она просто ждет своей очереди. Вот совершенно скоро. Песня называется «Будь со мной». Очень красиво. Точнее, что можно добавить. Я просто еще не раскочеварился. Сейчас я разговорюсь. И буду говорить. Более подробнее. А я эту песню как бы приурочиваю к Дню Святого Валентина. К этому же вопрос. С кем из авторов сейчас работаете? С кем из авторов сейчас работаете? У меня никогда не было какого-то определенного автора. Только этот автор и никто другой. Я работаю с разными авторами, с разными композиторами. Людьми, которые пишут стихи. Например, песню «Будь со мной» написал, ну, музыку написал, как бы «Быть со мной». И на них руки. Человек, с которым мы уже работаем, ну, наверное, с самого моего начала. Какой у нас… То есть, в конце концов, творческий компонент. Мы часто с ним вместе вкладывали свои силы. И его, конечно, огромнейший талант в работу. С ним была написана песня «Быть со мной». «Быть со мной». «Быть со мной». И сейчас он написал музыку, какие-то прекрасные песни будут со мной, а текст, как ни странно, вот, как ни странно, где нужно применить это выражение. Потому что я не ожидал этого человека, это бывший, можно даже так сказать, мой конкурент Александр Воевудский. То есть я когда услышал эту песню, я помню, что Саша превзошел самого себя, то есть человек вырос, и человек на самом деле с глубокой душой, что стало на него не очень приятно. Так как мы как бы с ним, мы были знакомы, мы говорили там о жизни иногда, но он меня никогда, скажем так, в душевном плане как-то не впечатлял, вот. Мне не всегда нравились его поступки по жизни, а тут просто человек, ну, взял ее и увидел такой текст, ну, просто мне очень понравилось, поэтому я очень хочу эту же песню поскорее презентовать для всех, и верю, что она очень многим понравится. Я вчера, например, был на день рождения, сижу, смотрю, понимаете, журнал разложен, и был со своей подругой, и он был в нашей общей знакомой подругой. И там презентовался, как эту песню поставил, и все очень их одобрели. Это было, скажем так, не то, что даже приятно, это было для меня очень важно, что те люди, которые рядом со мной, меня поддерживают в моих каких-то новых этапах в моей жизни, новой. И эта песня – это новый виток у меня тоже, так же, как и песня «Сиянь». Следующий вопрос, сколько Вам нужно времени для того, чтобы собраться куда-то, ну, куда-то выйти из дому, и что входит в обязательный перечень утренних Ваших процедур? Самое главное времени для меня, вот, например, как и на сегодня, самое главное – проснусь. Когда я уже проснулся, когда я уже все, не хочу спать совершенно, тогда у меня процесс сборки происходит очень-очень быстро. Что мне нужно? Мне нужно ясное слово, тогда все, что я перечень, чего я именно делаю. Ну, не вижу смысла, как говорить, а вот, когда у меня ясное слово, когда я знаю, куда я иду, и как быстро мне нужно собраться, я это делаю очень быстро. Виталий, сколько людей у Тебя сейчас в команде? Нужны ли еще? Ну, пока что мне не нужны люди в команде, хотя, ну, как говорится, люди с творческими интересными мыслями мне нужны всегда, это всегда дефицит, скажем так, и, вероятно, мне нужны люди, которых можно назвать креативщиками, а если улыбиться и сказать, как у меня на сегодняшний день людей в команде, ну, наверное, человек, по-другому, в таких случаях. Ну, как бы достаточно, в общем, у меня на сегодняшний день все успешно. Угу, и к этому же вопросу, как считаешь, чтобы работать мед или наоборот? То есть, приятно или не очень? Мед или наоборот? Еще раз вопрос. Со мной работать мед? Мед, да. Нет, ну, конечно, бывает и мед, и наоборот, то есть, разгоняя я тоже могу дать, и, причем, я себя никогда не сдерживаю, если что касается работы, у меня всегда очень важно, чтобы работа выполнялась, как бы, с полной отдачей. Я люблю людей, которые любят свою работу, я ненавижу вот этих вот нитиков, которые ходят на работу, мы устали, мы не любим свою работу, мы не любим то, мы хотим отдохнуть. Вот, раздражают меня такие вещи. Ну, тогда уйди на больничный, там, придумай что-нибудь, ну, всегда, наверное, найдется какой-то вариант. То есть, скажем так, моментов, которые нельзя разделить, в жизни не бывает. Всегда есть на все, как бы, свои правильные ходы, ответы и тому подобное. Виталик, какую из своих песен ты считаешь самая знаковая в жизни? На сегодняшний день это песня «Сияние», конечно, я не могу сказать, что это, там, это мега-хит, там, еще что-то. Это просто песня, которая, действительно, для меня очень знаковая. В свое время это была для меня знаковая, и, по сути, она остается, эта песня «Черном брюте». Вот, читатели предложили этот вариант. Да, да, и, как бы, это, 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 это просто один, это первая, да, вот, вот, такой трамплин, а на сегодняшний день, вот, как бы, таким крючком, и, наверное, просто, каким-то спасательным кругом у меня была песня «Сияние». Вот, поэтому, вот, для меня такие две знаковых песни. Я надеюсь, что в моей жизни будет таких песен больше, вот, и с каждым разом, когда будут появляться такие песни, они будут, как бы, обогащать мою внутреннюю мир, мою душу, моё сознание новым, новым песчанным миром. Потому что каждая песня в моей жизни появляется, как сказать, с какой-то, благодаря каким-то событиям. Ну, вот, да, там, «Черном брюте» появились, потому что я там победил в шансе, там, «Сияние». Оно было, но оно, как бы, было подано, когда у меня был такой жизненный период. Поэтому, хочу, чтобы в моей жизни такого было больше. Она не убивает, убивает сильные и лучше. Верите ли вы в экстрасенсов, магов всяких, в их силу вообще? Знакомы ли с такими, обращались к ним? Ну, то, что я знаком с такими людьми, это так. Как бы, существует много различных проектов, и я, как бы, общаюсь во время отремени с участниками, может быть, даже победителем. Я просто не слежу за проектами экстрасенсов, борьба экстрасенсов, битвы экстрасенсов. С Максом Гордеевым общаюсь и общаюсь с Еленой в фамилии. Они вам что-то подсказывают? Да, и шестого сезона битвы экстрасенсов, и восьмого, то есть, когда всемирник какой-то там делает. То есть, она там очень сильный экстрасенсов. Буквально вчера снова-таки на таком внутреннем домашнем мероприятии мы увидели с той веселиной и общались с ней. Но, снова-таки, я никогда не расспрашиваю о том, что должно быть. Более того, некоторые друзья мне тут, когда в моей жизни были сложности, предлагали мне обратиться к очень сильным людям, которые могут поменять, все могут поменять, все сделать, чтобы было хорошо. Но, вы понимаете, что когда ты меняешь вот это вот отношение к себе, когда ты меняешь какие-то обстоятельства благодаря таким людям, ты меняешь, ну, где так говорят, да, свою карму, ты меняешь свое будущее однозначно. Потому что все сложности, которые ты проживаешь в жизни, ты их должен принимать с благодарностью, ты должен их переживать. Как говорится, перетравливать. Тебе Бог дает, ты должен это как-то съесть. А когда ты от этого отталкиваешь, да, ты это отвергаешь, значит, тебе будут даваться какие-то другие обстоятельства. И, вероятно, еще более сложнее, чем они как-то есть на сегодняшний день. Поэтому я от таких, от таких услуг глобальных, там, просто поговорить может быть можно, да, там, тебя могут быть что-то предистречи, когда ты что-то не делаешь, но, как бы, чтобы вмешивались, как бы, в твою судьбу, ну, мне кажется, это, во-первых, грех, такого делать нельзя. Поэтому принимаем в жизни с благодарностью все то, что нам дается, это решение. Следующий вопрос приятный. Как вы отдохнули в Дубае, что запомнилось больше всего? Хотите туда еще вернуться? О, еще, конечно. Буквально на днях, под вечер, как бы, вроде тепло-тепло было, как-то плюсова температура, и вдруг нахлынул такой морозец. И я понимаю, что хочется снова в тепло. И действительно для меня стало большой, как бы, наградой то, что я приехал в Дубай отдохнуть, как бы, в 9 дней. И по возвращению, конечно, у меня была легкая апатия. Понимаете, когда ты там, ты понимаешь, что там делается все для людей. Когда ты приезжаешь сюда, и едешь просто даже по этим корявым, дырявым, вот просто хочется сказать, намного жестче, если ты просто сдерживаешь, я это употребляю, какого-то, за рулем, какого-то, дороги. Ну, это катастрофа, это бред, то, что в столице, я уже не говорю о других городах. В том же монопред, в моем родном Львове, там тоже ужаснейшее, и в ужаснейшем состоянии города. В общем, все не для людей. Поэтому у меня было такое, у меня было по этому поводу депрессии, но все-таки, как бы, благодаря отдыху, ты начинаешь очень легко воспринимать разные, там, какие-то жизненные, неурядицы, сложности, может быть. Ну, ты думаешь, ну, вот сейчас тебе сложно, а на самом деле тебе же может быть и просто. Жизнь это контраст. Сегодня хорошо, завтра не очень. Так что все хорошо. Как поживает ваша кошка Кася? Ох, дорогие друзья. Это уже такое, скажем так, я уже пусто об этом никому не говорю, но коль меня спрашивают, я об этом могу рассказать. Моя кошка Кася на своем пятом году жизни, пять лет, да? Пять. Пять уже. Она до сих пор не замужена. Я уже думал даже по поводу, я не знаю, что такое, какой-то клич дать. Людям. Я просто, как-то, может быть, можно там в интернете где-то поискать, вот, но ее нужно, как говорится, женить, замужем быть. Вот, поэтому мне нужен перс, который не кастрирован, извините меня, буду говорить, как есть, потому что все персы почему-то сразу, почему-то не дают этой жизнью насладиться и оплодотворить такую же кошку. В общем, моей кошке нужен перс. Кот персидской породы. Буду рад цепляричеству. С семьей, которая держит именно такого кота. Что вы будете делать с котятами? Продавать? Да раздам. Продавать еще. Чем мы куда-то. Конечно, можно, если будут покупать, если будут готовы, я продам. Деньги всегда нужны, особенно в теперешнее время, когда нужно писать новые песни. Есть очень много материала, который я хочу успеть. Он уже есть. Это просто нужно сделать. Как говорится, обнуть, одеть в одной дом. Когда я сделаю термином, то есть писать. Но я готов отдать в хорошую. Так что предлагайте. Еще по поводу Касси. После замечательной фотосессии с Касси не планируешь ли ты снять ее в одном из своих клипов? Это уже глобализация, когда ты говоришь по поводу Касси. Деньги не планирую. Вообще для моей кошки всегда, да вообще для животных всегда домашних, особенно. Всегда сложно им куда-то выходить в люди. Когда я свою кошку выношу куда-то на улицу даже, она уже с такими глазами, у нее стресс. Поэтому я делаю это крайне редко. Он у меня больше дома, домашних, нужно им клипов, импульс. Такой достаточно неожиданный вопрос. Интим с поклонницами бывал? Поврать или сказать правду? Я не буду говорить ничего. Я могу пропустить вопрос. Я же могу себя попробовать. Когда приедешь с концертом во Львов? Очень хотелось приехать с концертом. Не буду говорить о своих дальнейших планах, о чем я планирую вообще. Я о чем-то не хочу говорить. Ну, я надеюсь, что будет время, когда мы приедем. Плавно от животных переходим к растениям. Как ты относишься к домашним растениям? Какие цветы есть у тебя дома? У меня все сохнет, я все со временем как бы... Даже не то, что выбрасываю, или соседям отдаю. Они приживаются только капли слой. Ну, когда ты постоянно где-то ездишь, катаешься, тебе немножко недороскил. Поэтому, как бы, действительно, приживаются только те растения, которые не требуют частого полива. А как же кислород? Ну, на сегодняшний день есть кондиционеры, окна, которые можно открыть и проветрить. Так что, все в порядке. Опять про Касси. Касси обидчивая девушка. Когда тебя подолгу не бывает дома, она как-то дает понять, что недовольна? Ну, она скучает, конечно же. Но, потому что она обижалась, или там проявляла моменты агрессии. Совершенно спокойно. Сколько вам нужно денег, в день или в месяц, чтобы жить уверенно? Как считаете, смогли бы вы прожить один месяц на среднестатистическую зарплату, как в нашей стране? Знаете, бывает по-разному. Иногда нужно больше денег, иногда нужно меньше денег, а смотря на что ты нацеливаешься, и что ты хочешь там от нового дня. Я могу сейчас уже об этом рассказать. У меня были в жизни такие моменты, когда там, в каком-то 2006 году, когда у меня не было денег. У меня, например, оставалось там 200 гривен, а еще жить там, например, 3 недели до конца, когда можно будет получить деньги. Ну, по-всякому, я помню, что жил на сухом пайке, и тогда, я помню, когда из-за дня в день, извините, ешь не вину, потому что у тебя не что-то другого денег нет. Я себе как-то пообещал, то есть, что бы в моей жизни ни происходило бы, и как бы сложно бы ни было иногда, потому что, ну, жизнь такая, она переменчивая, если у меня там завтра так, но экономить на еде я никогда не буду. То есть, у меня всегда должны быть, по крайней мере, какие-то запасы денег, чтобы как бы есть что-то. Но и с тех пор, как я себе прообещал, больше у меня такого не было, я стал, наверное, более рационалнее в этом плане. Ну, как бы, в силу, как бы, своей отдачи в работе, естественно, когда ты много работаешь, когда ты стремишься к лучшему, к успеху, к чему-то доброму и световому, то есть, естественно, как бы и заработок лучше. То есть, как бы, верегче чем-то пожаловаться, все в порядке. Скажите, каким вы себя представляете лет через 30? Ну, через 30 это мне было сколько? 57. Каким я буду? Я буду душевным. Я буду душевным. Ну, ты со мной не соскучишься. Я просто сижу, у меня отец такой. Вот. И я не знаю, наверное, у меня жизненные приоритеты пометаются. Я, наверное, буду уже другим каким-то. И внешне, естественно, и внутренне. Вот. Но я думаю, что моя жизненная позиция не поменяется. Я все так же буду любить жизнь, как я и буду сегодня. Скажи, пожалуйста, что означает для тебя любовь? Насколько меняется твое поведение и мироощущение, когда ты влюблен? Ну, конечно, меняется. У всех все меняется. Потому что, когда ты живешь обычной жизнью, делаешь какие-то повседневные вещи, в работе углубляешься, в работе чувствуешь какие-то поражения. Ты переживаешь победы. Это все здорово. Это жизнь. И составляющая жизни – это разные моменты. Все то, что практически я перечислял. Но как можно жить без них? И именно, когда приходит в твое сердце любовь, у тебя меняется и сознание, и мироощущение. Ты совершенно по-другому ведешь на все, что в той жизни происходит. И, наверное, в моей жизни всегда, когда происходили какие-то сложные моменты, мне всегда помогала любовь. Я всегда было легко переживать сложности, именно благодаря любви. Но утрату любви я всегда переживал очень сложно. Поэтому берегите тех, кто рядом. Берегите тех, кто вы любите. Расскажите, общаетесь ли вы с кем-нибудь со Львова, с родного двора? Интересно, кто-то может спрашивать с родного двора? Может быть. А там не подписан человек? Нет. С родного двора? Нет. Нет? Вроде бы ни с кем-нибудь. Не общаюсь. Ну, если я общаюсь, то крайне редко и, вероятно, и невероятно, а именно тогда, когда приезжаю в Альбов. А так как-то вот со двора ни с кем не общаюсь. Не знаю. Это странно. Ну, так получилось. То есть, просто у меня был в жизни такой период, когда я очень сильно старался со всеми поддерживать связь. У меня не набирают, я там звоню, да? А мне там отнякиваются, говорят, ой, ну, мы же тебя не хотим беспокоить, ты же там вечно занят. Мы не хотим тебя тревожить. Это дурацкие проговорки. Если человек действительно желает и нуждается в твоей компании, он обязательно позвонит, он обязательно поинтересуется, по крайней мере, смс-ка. То есть, всегда есть варианты, как можно о себе напомнить. Вот. И просто в какой-то момент я для себя понял, а зачем я гонюсь за всем? Зачем мне не нужны в этой жизни все вот те, кто пыл? Они мне не нужны, так же, как им не нужны и не я. То есть, если я чувствовал, что во мне кто-то нуждается, и меня кто-то очень сильно хочет, и я там кому-то могу помочь, и этот человек понимает, что я могу помочь ему. И как бы, и мне это сделать несложно, ну, как бы, я готов с такими людьми общаться. Не надо тратить свое время на кого попало, надо тратить время на тех, кто действительно тебя любит, кто действительно тебе желает добра и счастья. И с теми людьми нужно больше проводить время, с которыми тебе комфортно. Потому что есть люди, да, они тебя любят, но они в тебе вызывают и агрессию, и там, я не знаю, недовольствие вечное. Ты себя чувствуешь каким-то, ну, ниже, ниже, я не знаю, еще там, не важно. Важно то, что нужно делать все для себя так, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Пишут нам из Израиля, спрашивают, планируете ли вы приехать к ним, говорят, что вы обещали. Для меня очень такой приятный, приятным было открытием. Да, в прошлом или позапрошлом году я был приехал в Израиль. Позапрошлым. Ну, хоть это была не первая моя поездка, но это была такая целеустремленная поездка в Израиль, чтобы его как бы открыть для себя. Я жил в Тель-Авиве, я ездил на экскурсии в Иерусалим. Я настолько, как сказать, поднапитался этой вот энергией, которую мне безумно там понравилось. Поэтому я действительно очень желаю и хочу приехать снова в эту прекрасную страну, прекрасным людям. Знаю, что вроде бы как сейчас, когда же у них такой клубничный период, сейчас там у них разгар клубники. Я знаю, что там в Израиле два раза в год земля полудоносит клубник. Вот поэтому ешьте на здоровье. Привет, Виталик. Как ты оцениваешь свой режиссерский опыт? Будешь ли еще сам режиссером своих клипов? Ну, и все интересуются, когда будет новый клип, на какую песню. Мой режиссерский опыт, как я и могу сказать, что это будет какой-то серьезный подход к делу. Просто захотелось что-то сделать не такое, как было обычно. Всегда как-то ожидаемо, что там будет я, будет какая-то девочка, будет что-то, как-то там между нами что-то завязывается, какая-то ряжется, будет какой-то конфликт может быть, может быть какая-то страсть, любовь, слеза, поцелуй. А здесь просто хотелось сделать все по-другому. И такой получился такой футуристичный фьюжн-клип, совершенно непохож на все то, что было у меня. На песне «Сияние на миссии» я презентовал перед ним голем этот клип, совершенно он вызвал различнейшие эмоции. очень было много нехороших эмоций. Фу, что-то так было, по-разному говорили люди. Но были именно такие отзывы, об идеях, о которых я совершенно ничего не ожидал услышал. То есть ого, пустой, позитивный. Но вот так мне захотелось. Как раз про «Сияние» пишут. «По «Сияние» и грустить, и радоваться хорошо. Это самое лучшее, что у вас было. Хотя все ваши песни люблю и знаю». Это Карина из Славянска пишет. И очень интересуется, планируется ли сольный концерт в ближайшее время. Да, не сольного концерта пока не планируется. Я хочу сделать совершенно новую программу из новых песен. Ну, какие-то, может быть, маленькие кропления того, что было, и в концерте будут. Я хочу, чтобы это была новая программа. Я хочу, чтобы это были новые песни. А вообще я вам скажу кривую от этого. Возвращаясь в августе, после ряда концертов, которые проходили в праздновании Дня Независимости, там, Дни Городов, там сразу совпадают, в разных блоках Украины, и возвращаясь из какого-то очередного концерта, уставший, ну, как говорится, счастливый, я начал думать над всем тем, что происходит в моей жизни. Ну, это как раз тот момент, когда перед осенью всегда улицу начало меняться всегда. И я пришел к тому, что... в такой мысли, что я слышал, что уже долгое время, ну, практически не меняя свою первческую программу. То есть я выхожу на сцену, я помню, что первая песня там такая-то, вторая такая-то, третья такая-то, четвертая такая-то. Ну, если там у меня появляется какой-то там момент новый силинговый, новая песня, я ее могу вставить тоже в эту программу. Но так как в какой-то момент со мной все неинтересно петь все то, что было... Я понимаю, что люди хотят услышать эти песни, ну, ты же из концерта в концерт поешь одно и то, одно и то же. И оно уже практически... Да, ты там как бы по-новому ее переживаешь, с одной стороны, но с другой стороны это уже какой-то автомат. То есть автоматически ты это делаешь. И я тогда подумал, а когда вот придет такой момент, когда поменяю сегодня тот план. И, наверное, судьба мне вот на сегодняшний день не была, как бы вот эти все жизненные ситуации, которые пришлось преодолеть и пережить, чтобы прийти к чему-то новому. И я благополучно иду к этому, и записываю на действительно новые песни, которые мне очень нравятся. Я надеюсь, что они вам тоже будут очень сильно нравиться. И когда где-то буду снова на конференции какой-то, конференции, да, конференции, онлайн-конференции, может быть, у вас, но эта девушка из Славянска напишет, что моя еще любимая песня будет, будь со мной. Потом там еще будет следующая песня, и там еще будет песня. В общем, все вам будет нравиться. Я на это, ну, не то, что надеюсь. Я этого хочу, я этого желаю. Я надеюсь, что это так и будет, потому что я свою работу делаю чистым сердцем. Заходила на свой официальный сайт, что значит дата 14 февраля? Вы говорили про песню, да? Да, 14 февраля это песня, это премьера песни. То есть, может быть, и скорее всего, я песню как бы покажу вам. Покажу вам людям, которые не безразличны, потому что я делаю немного раньше, может быть, на несколько дней раньше. Но песни я как бы приурочиваю, освещаю Дню всех Любови. Вот, я знаю, что те, кто любит в этой жизни, у них день влюбленный каждый день. Были ли в вашей жизни поступки, за которые теперь стыдно? Ну, жизнь такая штука, что ее нельзя отмотать под кинопленку назад и что-то изменить. Что сделано, то сделано. Значит, так оно должно быть, и ты должен это принимать. И, вероятно, даже свои какие-то действия принимать такими, какими они были. Вот, в тот период ты сделай это так. Значит, оно как должно было быть. И менять ничего не нужно. И стремиться, можно стремиться там, можно поменять себя в будущем, не совершая уже каких-либо поступков. Но то, что было, то сделано. И чем-то жалеть? Нет. Нужно жить сегодняшним днем и получать удовольствие от сегодняшнего дня, но и, естественно, думать о будущем. И о будущем может быть, если тебе, проанализировав свою жизнь, тебе что-то не понравилось, просто не совершай этого больше. Хотя, люди способны делать ошибки много раз. Привет, Виталий. Часто засижусь до ночи в интернете и заметила, что вы очень частый ночной гость в соцсетях. Вопросы. Почему вам не спится ночью? Сидите ради общения или не дают уснуть другие дела? Нет, просто когда-то у тебя включен компьютер, включены все остальные, скажем так, закладки, соцсети, все, где ты зарегистрировал, где действительно ты можешь пообщаться в интернете. А я, если ночью, у меня много вдохновения, вопрос ночью, что-то умное, что хочу воплотить в жизнь. Виталий, не хотите ли покорить Москву, как некоторые наши артисты? Глубый вопрос. Конечно, хочу. Извиняюсь, что я, может быть, вас обижу. Каждый артист стремится к более глобальной популяризации своего творчества. Естественно, я тоже мечтаю, можно даже так сказать, сделать что-то такое, что станет для меня неким прорывом для того, чтобы быть и в Украине, и зачерковать наши страны. Все к этому стремятся, все этого хотят, и быть признанным не только в своей стране, а может быть даже быть признанным где-то, это уже автоматически ты становишься признанным и любимым и уважаемым в своей стране. К сожалению, к сожалению, ну вот есть такая какая-то ментальность, менталитет каких-то наших людей. Я не осуждаю ни в коем случае. Просто я знаю, как, например, любят и поддерживают в других странах своих исполнителей, политиков. У нас с политиками ничего не сложилось. В других странах. Наши, наши это лучшее, мы будем поддерживать наше. А у нас вот все самое лучшее, то, что не наше. В основном так. Но я думаю, что такая история, она только, допустим, лично меня, она очень сильно подстегивает, потому что как это так. Да нет. Хочется доказать что-то обратное, хочется сделать что-то так, чтобы реакция была у людей совершенно верной. На ваш взгляд, что нужно для того, чтобы заявать благосклонность россиян, допустим? Ну, что нужно особенного? Особенный репертуар. Особенная подача этого репертуара. А вообще не откажусь от своих слов, которые имеют от своих подтверждений, что просто нужно делать то, что нравится очень сильно тебе и быть в этом деле самим собой, искренне. Следующий вопрос. Как складываются отношения с бывшим продюсером Кондратюхом? Никак. Привет самому замечательному и талантливому. Очень сильно вас любим и ждем в Житомире с концертом. А еще хочется спросить, какой ваш любимый цвет и любимая цвета? В Житомире, кстати, если все получится, буду 4 марта. Спрашивают про цветы, цветы. Ну, видимо, уточню, какие цветы вам дарить 4 марта. ой, да, я тоже не знаю. Да, Господи, подарите мне свои улыбки, подарите мне свою аппаратуру, подарите мне свою поддержку, подарите мне свою любовь. Цветы – это вещь, которую, конечно, очень приятно принимать. Но, к сожалению, недолго срочи. Они вятут. Мне жаль. все равно, когда ты это раз слышишь. Поэтому просто просто улыбаться. Есть ли у вас вредные привычки, от которых хотелось бы поскорее избавиться? Может, навязчивое слово поразить еще? Вероятно, есть. Есть, естественно, вещи, которых мне хотелось бы избавиться. В каждом из нас есть что-то такое, что нам не нравится, что мы пытаемся скрыть. Или нам бы хотелось просто это только поменять. Но об этом не стоит говорить в словах. Сделайте свои комплексы некрасивостей, которые мне нравятся. Своей гордости. Скоро твой день рождения. Чувствуешь себя на свой возраст или тебе все еще 18? как планируешь планируешь отмечать? Я как малолетка иногда бываю. Я иногда что-то скажу, я этим сморожу, да? Что-то сморожу, пей, зачем мне это сказать? любить, любить, жаловать и ненавить ваши проблемы. Самое главное всегда оставаться преданным своим какими-то ценностями, пониманием жизни. Не стоит прогибаться по изменчиванию. Если он прогнется, погнется. По поводу дня рождения. Как будете отмечать? Будете или праздновать свое поклонникам? не помню. По поводу дня рождения не знаю, как это все будет проходить. Я хочу что-то сделать для себя или для друзей. У меня есть, скажем так, зарисовки того, как нужно его праздновать и того, как я хочу его праздновать. Но я не задаюсь этой целью. Это будет может быть такая легкая вечеринка. Пришел, ушел. Никого не буду удерживать на праздновании. Не буду сильно стараться. Что-то это было. Это будет чисто для себя. Я в этом году не буду даже пресс выпускать. Хотя, конечно же, позвонит какой-то как обычно коллега, не коллега, а как бы хотя можно действительно журналистами с моими коллегами, я тоже папа звонил журналист. Позвонят как бы это отчасти и друзья уже где-то некоторые, да? Хорошие знакомые. Ой, а можно мы придем? Можно мы привез с капара? Можно мы привез с камеры? Ну как можно своим друзьям в чем-либо отказывать? Я на самом деле мной очень часто в этом плане пользуются. Поэтому планирую в этом плане себя немножко поменять, стать более жучей. Следующий отзыв. у тебя много хороших песен, сияние не имеет равных. С новой прической ты прекрасен, красивый и успешный. Так держать и всегда таким будь. Вопрос. На танцах со звездами ты был очень ярким настоящий профессиональный танцор. Продолжаешь сейчас танцевать, поддерживаешь форму? Когда я был на танцах со звездами, я себя чувствовал уничтожество. Потому что мне казалось, что я танцую хуже всех. Ну там были, которые танцевали естественно хуже. Мне почему-то всегда казалось, что я очень плохо танцую. Я очень сильно устал. Боже мой, я слава Богу, что я пережил свою жизнь. Я больше не пойду на танцы со звездами. Нет! Даже если мне будут давать большие деньги, хотя. Если будут давать большие деньги, я еще подумаю, конечно. Но я так часто что-то было в моей жизни, что этого уже нет, это безумно было сложно. Просто я вспоминаю, мне хочется даже выйти. То есть сейчас вы уже не танцуете? Не хочу. На танцах со звездами будешь танцовать, не хочу. Когда у тебя неделя, нужно подготовить номер. Ладно номер, когда потом уже встречаются правила и два номера нужно готовить. Но это очень сложно. Это очень сложно. во-первых, это нужно думать над этими номерами, их нужно отрабатывать, их нужно танцевать где-то я не хочу просто. То есть все перезаложено в репетиции. А помимо этого своей мать-мущей работы, гастроли, концерты, интервью какие-то одному ты отказываешься. А совмещать одно с другим это очень сложно. Я вспоминаю когда мы с моей партнершей Виталией на гастроли и между концертами я не успевал высыпаться. Это очень сложно. Просто чтобы понять насколько это сложно это нужно переживать. Поэтому я не хочу это нужно. А по поводу танцев я не могу сказать что я сейчас сильно уделяю время хореографии. Когда мне хочется танцевать я танцую вверх. Может быть это больше даже какая-то импровизация. И мне это наверное больше нравится. Да если что мне нравится. Да я люблю танцы и люблю танцевать. Но в силу как бы может быть моего уже какого-то взросления и в некотором случае проблем со здоровьем я начал танцевать меньше. Но на сегодняшний день я себя чувствую значительно лучше. У меня была проблема со спиной. Я танцевал перед фестивалем в Крыму Зюкфест и готовился и делал там всякие танцевальные постановки сложные очень. И тогда повредил себе очень сильный спин. Я был по сегодняшний день проблемы но я себя сейчас чувствую очень хорошо мне помогают некоторые специальные оборудования и комплексы упражнений но пока не хочу просто петь и мое основное сейчас на сегодняшний день упор совершенно не в танцах а именно в музыке так как раньше например я больше делал какой-то оцен на танцы на визуализацию а музыка это качество музыки это воспринимало на сегодняшний день мне хочется углубиться именно в музыку потому что танцы танцами а музыка если у вас домработница которая ходит за покупками помогает по дому все делайте за покупками я хожу сам и более того получаю удовольствие ранее у меня был водитель который готов мне все всегда привезти была моя домработница одно время которая именно готовит но нет я ничего у меня не упадет с головы если я буду сам на кухне готовить более того это всегда мне удовольствие если руки отсохли в какой-то момент и несложно чтобы приготовить есть ряд моих любимых заведений ресторанов в которых нужно поужина пообегать например то есть вы сами ходите по магазинам да вас не смущает что вас узнают вас же узнают точно я не обращаю это узнают улыбаются я улыбаюсь в ответ и иду дальше например вчера когда я заезжал в один торговый центр то есть там тоже лежит девочка Настя Эрика моя хорошая подруга шоу-бизнес молодая там она едет на пирице вчера такая зачуханная смешная идет шапки такая я даже не узнала но все мы такие бывают почему мы не все мы в жизни бывают и нарядные и не совсем нарядные смешная ветка со своим мальчиком стилистом с которым я спринчат на него что-то там примерялись а я заходил по примеру что я без сна я там проходил не важно вот мы встретились почему это все что что артисты тоже ходят в супермарк я знаю например что там в Иробью вода тоже когда заходят одевают какой-то парик очки неизрачненько может одеться склонно и пойти кусоваться там в магазине какое-то своеобразное хобби почему бы и не все нам время от времени туда хочется зайти что-то купить что-то посмотреть вот и всем в конце концов люди всем нужно видеть глазами людей и более того я знаю что также ходит по супермаркетам это делаем постоянно и часто и всегда говорит что нет я этим не занимаюсь ну можно было бы этим заниматься ну мне совершенно это не сложно до вечера а бывало ли такое что журналисты выводили из себя глупыми вопросами постоянно постоянно а было ли что посылали журналистов как киркоров например нет я не посылал журналистов так как знаю что это работа людей и у каждого два специфика работают и у каждого свое отношение к работе если я например какой-то журналист неприятен я просто с ним не буду говорить либо буду говорить очень сухо и недоброжелательно чтобы дать ему понять что он неправильно себя ведет ну хотя было такое конечно что я его нет ну посылать мне и до такого не доходило слава скажите пожалуйста будете ли вы на музыкальной премии юна и на церемонии виво буду и на одном на другом ну на одном буду даже на другом наверное буду просто присутствовать если у меня в этот день будет на каком-то другом мероприятии работаете в конце в основе я там мы и там будет готовим очень интересно мне самому интересно было участвовать в таком ну и там будет звучать песня по-другому она будет звучать может быть даже не сам ее исправить как относитесь к тому что среди девушек сейчас модно силиконовая грудь губы наращенные ресницы нравится ли вам такое это к сожалению сплошь и реально ну девушкам это нравится некоторым парням это тоже нравится я считаю так если у девушки очень тонкие губы я просто не люблю тонкие губы то есть они должны быть средние или пухлые но если у них их вообще нет то сделать такую операцию не операцию уколоть что-то по себе можно более того даже нужно но когда у тебя уже такие губы и ты делаешь еще больше ну вот честно губа шлепки они мне не нравятся как это назвать силиконовая глина но на самом деле если девушка себя так чувствует хорошо вперед из песни главное чтобы нравилось ей если она с этими губами огромными чувствует себя комфортно если она в себя может подать более женственно если губами вперед а грудь можно делать наверное ну может быть если там доска за соска наверное необходимо что-то но если у тебя нормальная грудь то их детей обвисла например хотя не всегда такое бывает знаю примеры мам у которых четверо детей у них прекрасно они совершенно не требуют никаких помешательств если они действительно как-то бесформен вероятно это нужно сделать ну это вот такие как кто себя чувствует вот я вчера например встретил одну женщину которая сделала себе это сам особо а вот такой стал вот такой и чувствует себя настолько хорошо настолько гармонично она улыбается и прям вот вся такая цветет и пахнет и видно что женщина себя любит ну наверное стоило пережить эту сложную операцию эти все боли и дискомфорт ну для того чтобы быть вот такой свежей свежей у дитячому садку ты больше любил спевать или танцевать это первое вопрос украинского я любил и танцевать и спевать это для меня было спев и танцы это для меня всегда такая невероятная часть где можно заспевать там можно и пританцевать там можно и проспевать вы помните кем вы были зайкой я помню и зайкой и ведмедиком и вовчуком и огонь и огонь и огонь и огонь и а не такой какой она может показать и и ты уже в в в в дни в дни Когда ты людям не доверяешься, так само не доверяешься. А чего наибольшую цену это у Ири? А у Ири? Ее душевность. Ее любовь до життя. Я в ней бачил много яркостей, которые бачу в себе. А взагалей чувствую это и глобально поиграть, то мировая тетка. Такая, какая должна быть. Тому и ее любят. Демножко не любят. Жидалась страшной. А если что-то делается не по-вашему, можете ли бурно проявлять свои чувства? Бить посуду, ругаться, драться? Слава Богу, что у меня уже в жизни есть опыт биения посуды. А посуду больше я не бью. Последнее, что я разбил, это... Нетбук. Я просто сижу вспоминаю, как она называлась. Специально или случайно? Ну, это типа случайно, но и специально одновременно. Ну, я даже не буду говорить, как у кого-то. Но психи у меня иногда случаются. И я просто делаю это уже с пониманием того, что мне эта вещь уже не нужна. Вот что, мне нужна уже другая вещь. Например, я всегда бил свои телефоны в тех случаях, когда у меня появлялся второй уже телефон. И я понимал, что этот телефон мне уже как бы не нужен. У меня так как бы есть, я так по нему еще общаюсь. И так я разбил уже телефон. Ну, вот последний раз, когда я разбил свой телефон там, я его просто раздалил. Такой такой звонок, что был неприятный инцидент. Я во стервенении просто его раздолбал. Но сразу, когда ты это сделал, ты в возмущении, в злости разбивая какую-то вещь, у тебя сразу пропадает вот этот вот гнев в тебе. То есть, в тебе нет никогда никакого такого ненависти. Слава Богу, что это проявляют только на предметах, а на людях. И нужно выплескивать из себя свои, особенно негатив. Если что-то болит, нужно кому-то об этом рассказать. Ну, если что-то не нравится, пойдем. Есть какие-то специальные, я знаю, методы терапии. Как себя, скажем так, очистить свой разум, свое подсознание, осознание. Пойти, например, на бокс, побить грушу, побить какое-то стекло. Или там есть специальная терапия, что берешь тарелки и просто их бьешь там в каком-то определенном месте. Ну, мое, так вот, я разбиваю свои какие-то вещи уже, по сути, не нужно. Легко ли вам прощать своих врагов? Да. Да. Я легко прощаю тех, кто не каким-то образом нагадил в моей жизни. Прощаю и отпускаю. Ну, как-то держать в своей памяти этих людей, там, излиться на него, они этого не стоят. Они, они, я им благодарен за опыт, я им благодарен за какой-то, может быть, период испытаний. Ну, я на них отпускаю и они у меня в этой жизни больше не нужны. Кто сейчас занимается вашим продюсированием? Я занимаюсь своим продюсированием. Угу. Сможешь ли быть верным, когда срок твоих отношений с женой будет превышать пять лет? Я не знаю, смогу ли я? Быть верным. После пяти лет супружеской жизни. После большого желания смогу. Нет, ну, я думаю, я не знаю, никогда не было, ну, пятилетного срока. Ну, все зависит, наверное, от отношений. Все зависит от того, какой она была. Ну, разными. Вот в моей жизни были отношения, ну, там, с, по-моему, с новой тривальностью. Длительностью. Длительностью, да. Три года, да? Угу. Я к чему я говорю, что три года, и за три года мы ни разу не постанавливали. То есть скандалов не было. Были какие-то недопонимания, но это все происходило настолько в таком гладком уровне, когда мы без какого-либо конфликта могли о чем-то поговорить. То есть я ни разу не повысил тон. На меня никто ни разу не говорил, ни наорал. Ну, было там, может быть, несколько раз там по футболу пошел. Но каких-то глобальных моментов не было. То есть все есть, наверное, от того человека, который рядом с тобой. А были такие, когда там не то что скандалы. Пусть там просто итальянская семья и вообще просто... Все зависит от человека. Угу. Как Вы в детстве поздравляли своих близких девушек? Я не знаю, сестру, маму. Как поздравляли с 8 марта? Ну, как и многие, наверное, рисовали в школе. Делали такую вот... Забивали листик, писали большую буковку, цифрку 8. Ну и в конце концов, внизу так писали вот так вот. Какая резня. Какая резня. Какая резня. Что-то типа такого, да. Ну, было, да? Ну, полно. Да, резням. В общем, и дарили потом сестре. Я был не случайным. Честно говоря, не знаю. Делал такую... Каких-то глобальных подарков. Ну, тогда не делал. Ну, уже во взрослой жизни не делал. Ну, во взрослой жизни мы уже такого не рисуем. Так вот эти. Смирисовала вот Вам и подарки. Спасибо. А что пожелаете нашим читателям на 8 марта, читательницам? Им будет приятно прочитать от Вас пожелания. И с года в год ты задумываешься о том, что пожелать. И с года в год ты желаешь одно и то же. Любви весны в душе. И чувство, что тебя любят. Тебя хотят. Я так и сказал, да? Хотят быть с тобой. Хотят проводить с тобой время. Нуждаются в тебе. Вот чувство того, что ты нужна. Я хочу пожелать этого каждой женщине. Вот. Но чтобы помимо этого было кому отдавать это чувство. Взаимное. В любви. Вот. Потому что жить в такой клетке и чувствовать, что тебя любят, но ты не любишь, то сложно. Поэтому я желаю взаимных отношений к каждой женщине. Вот. Ну и соответственно уже и каждой мужчине. чтобы с тобой по феншире определиться. Всем спасибо. Спасибо, Виталий, что он сегодня к нам пришел. Ответил на много-много вопросов. Еще увидимся. До свидания.